Всем привет! Меня зовут Бабржан Бумунов. Я профессиональный боксер, чемпион WBC Азия, чемпион NBA Интерконтинентал, 9 побед и 8 нокаутов. И мы вот решили свои взносы поднять, обратились к Егору. И вот мы с Егором начали тренироваться уже третьей недели. Уже свои результаты дает. И я всем советую. В начале мы тоже как бы не верили, но уже прошел три недели. Я очень себя отлично чувствую и всем позоветую. Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня я вам покажу уникальную тренировку, направленную на физическую подготовку бойцов, боксеров. И это не моя система, хотя хотелось бы мне, конечно, сказать, что это мои разработки. Но нет, друзья. Это многолетний опыт, накопленный огромным количеством людей. Это тренинг по Силу Янову. Так готовились многие и готовятся бойцы UFC. Так готовились ребята, которые побеждали Емельяненко. И эта система подсказана мне, в частности, Стефаном Диасом. Вы знаете этого человека. Он также ученик и работал с Виктором Николаевичем. И сегодня я поделюсь ею с вами. Не просто покажу сам, а именно так подготавливаются боксеры-профессионалы. Ко мне обратились два профессиональных боксера. Один из них чемпион Азии по самой престижной боксерской ассоциации. И у него уже в Америке 9 боев, 9 побед, 8 из них нокаут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Парень достиг, вы понимаете, уровня. У него предел его выносливости. Он никогда не употреблял никаких запрещенных препаратов. В принципе, это видно по его телосложению. И ему необходимо было повысить свой уровень выносливости. Вы понимаете, насколько это большая ответственность. Тем более, что заключил он недавно контракт с очень серьезной американской промоушен-компанией. И ответственность на нем, ответственность на мне. Мы с ним поработали всего три недели. И он получил действительно хороший результат, о чем он мне и рассказал. Я продолжу с ним работу, войду в его команду при подготовке к его последующим боям. Естественно, за это мне будут платить, будут платить неплохие деньги. И если это произойдет, все это вы будете наглядно видеть. Я буду вам рассказывать, показывать. А сейчас давайте же посмотрим, что из себя представляет подобная тренировка. Она направлена и на выносливость, и на увеличение физических качеств в плане построения силы. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Фак фитнес». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались. Улучшая свое здоровье, качество своего тела. В сети очень много различных тренировок, якобы направленных на повышение выносливости. Но, друзья, я не хочу показывать пальцем, критиковать. Вы сами, посмотрев данный вид тренинга, убедитесь, кто разбирается, а чьи тренировки просто высосаны из пальца. В начале, как всегда, разминка. Идем 2 минуты по дорожке в легком темпе, наращивая его. Затем выставляем угол наклона дорожки в 5 градусов. Ставим на 3,5 мили в час скорость. И 5 минут работаем. Затем еще 5 минут на 6 миль в час. После этого, друзья, переходим к силовой части. Это будут 3 по 5 приседания. Вес должен быть такой, чтобы вы делали 5 повторений в каждом подходе. Естественно, следим за техникой. И если вы захотите сделать 6 повторение, вы не должны его делать. Но, обращаю ваше внимание, ни в коем случае вас не должно баранить. То есть, вас не должно задавливать весом. Если вы чувствуете, что 5 повторение вам не поддастся, то вы его не делаете. Чередуем от дня к дню приседания фронтальные со штангой на груди. А в другой день будем делать классические приседания со штангой на спине. Следите за этим в своем тренировочном дневнике. И отмечайте те веса, с которыми вы работаете. Естественно, перед тем, как переходить к серьезным весам, необходимо сделать разминочно-подводящие подходы. Пусть это будет 3-4 подхода, не страшно. Главное, обезопасить себя от травм. Нам никому с вами травмы не нужны. Особенно выступающим спортсменам. Работая подобным образом, вы будете наращивать необходимые мышцы и двигательные единицы, подключать к работе. В ваших ногах. А ноги в боксе очень важны. Следующее движение, которое будет тоже делаться в стиле 3 рабочих подхода по 5 повторений. Это жим штанги лежа. То же самое, что мы говорили о приседаниях. Необходимо делать 5 повторений. Но если вы захотите сделать 6, вы не должны его смочь сделать. Если вы сделали 4 повторения, чувствуете, что не можете сделать 5, вас задавит, лучше его не делать. Отдых между рабочими подходами должен быть 1,5 минуты. Иногда можно и 2 минуты. Но старайтесь держать паузу именно в 1,5 минуты между подходами. Между рабочими подходами. Данное упражнение мы будем чередовать с наклонным жимом лежа. То есть, когда мы делаем классические приседания со штангой на спине, мы делаем горизонтальный жим лежа. В другой день, когда мы будем делать с вами фронтальные приседания со штангой на груди, мы будем делать наклонный жим лежа. И там, и там, везде одна и та же схема. 3 рабочих подхода по 5 повторений. Вес соответствующий. Обращаю ваше внимание на технику. Нужно, если вы никогда не работали со штангой, найти хорошего специалиста, который хотя бы на первых порах будет помогать, будет контролировать вам ваши движения. Потому что неправильная техника приводит, как вы все знаете, к плачевным ситуациям, к травмам. А этого нужно избегать. Ребята, боксеры обратились ко мне именно, чтобы стать мощнее, стать сильнее. Но самое главное, повысить уровень своей выносливости. Выносливость у них уже на пике. И тренера, к сожалению, не обладают той необходимой базой научных современных данных, чтобы поднимать уровень выносливости выше, чем он есть сейчас на данном этапе. Единственное, что могут советовать, это пахать, 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 бегать, бегать, бегать. Но мы знаем, что от работы и кони дохнут. Третье движение, заключительное в силовой части данной тренировки, это тяга горизонтального блока. Нужно тоже научиться делать это движение. Стараться не работать поясницей, стараться отключать руки. То же самое, три рабочих подхода по пять повторений. Схема та же самая, полторы-две минуты отдыха между рабочими подходами. Следим за техникой, работаем лопатками, уводим локти назад. Данное движение мы будем чередовать тренинг от тренинга с вертикальной тягой, тоже для широчайших мышц спины. Тянуть будем уже сверху. Вся суть движения, в принципе, та же самая. Стараемся максимально ровно удерживать корпус, не наклонять его вперед и уж тем более маятником не уводить назад, чтобы поднять больше вес. Три рабочих подхода по пять повторений. Пробуйте, друзья. И поначалу, естественно, контролируйте свою технику. Очень многие боксеры никогда раньше со штангой не работали и бойцы. Поэтому, друзья, будьте очень внимательны. Не стесняйтесь, найдите друга, специалиста, тренера хорошего, который поможет проконтролировать вашу технику. Это залог здоровья и долголетия в спорте. Следующее движение будет на мышце кора. Его можно делать как с резиновыми эспандерами, так и с кроссоверами. Вот сейчас вы видите ошибку. Голова не поворачивалась вслед за руками. Движение должно быть четкое всем корпусом и шеей. Вы должны поворачиваться в сторону. И когда возвращаетесь, следите за тем, чтобы вы возвращались именно за счет мышц, за счет усилия мышц, а не за счет того, что вас вес тянет вниз. Не за счет гравитации. Это очень важно. Это движение очень важно для боксеров и для бойцов, в принципе, для хоккеистов, футболистов. Мышцы кора очень важны. Они играют большую роль в удержании равновесия, корпусов, координации движений. И, в принципе, просто сами по себе они служат каркасом для нашего позвоночника, уберегая его от различных травм. Работаем с хорошим весом. Три подхода по 10 повторений. 30 секунд отдыха между каждым рабочим подходом. Естественно, после того, как вы сделали на обе руки. Следующее движение будет отработка удара. Вес выставляем такой, чтобы техника сохранялась хорошей. Слегка-слегка только, может быть, она нарушалась. Ну, в том плане, что вам должно быть тяжело. Для чего нужно использовать руку? Обычно мы используем лапы. Ребята, забыли на этот раз. Для того, чтобы вы останавливали удар, боксеры понимают именно в этой данной точке. Чтобы движение было четким. Отрабатываем все подобные удары и апперкоты. Все, что есть в арсенале. Здесь то же самое. Отработали по 10 ударов на каждую руку. Отдохнули 30 секунд. При работе с партнером как раз будет получаться следующее. Один отработал, отработал другой, отработал снова. И снова отработал твой парень. Итак, три раза. Партнер помогает тебе, партнер контролирует. И вы друг друга мотивируете. Не стоит брать, друзья, очень большой вес. В идеале, если вы будете работать с резинками. Резинки нужно выбирать разной степени натяжения. Подбирать именно под вас. Но самый лучший тренажер Кайзер. Пневматический тренажер, который специально, по-моему, создан для бойцов, для боксеров. Идеально работает, показывает вам, помимо всего прочего, и силу, и скорость вашего удара, усилия. Это очень и очень важно. Отрабатываем, повторяю, удар так, чтобы вы выполнили 10 ударов каждой рукой. При этом вам должно быть относительно тяжело. С лапами работать, естественно, гораздо проще, удобнее, нежели если вы будете работать просто открытой ладонью. Это нехорошо. Все равно неприятно будут у многих, наверное, даже оставаться синяки. Поэтому используйте лапы. И, повторяю, в данном движении все-таки лучше работать с резиновыми эспандерами. Это один из видов тренинга. В будущем я вам покажу еще один вариант работы в кроссовере, когда нужно будет работать уже на 5 повторений. Вес, естественно, будет побольше. Отдыхайте не больше 30 секунд. Это очень важно. Контролируйте тоже очень важно технику. Ни в коем случае нельзя работать через нарушение техники. Потому что в боксе это очень и очень важно. Как, в принципе, и в любом другом виде спорта. Я думаю, все мы это прекрасно понимаем. Отработав здесь 3 серии, по 10 ударов для каждой руки, мы с вами двигаемся дальше. Дальше будет сложная работа. Это будут ускорения. Ускорения с тележкой. Такая тележка на колесах, как у нас регулируемая скорость, есть не у каждого в зале. Но не расстраивайтесь, можно делать с обычными салазками, у которых нет колес. Главное, чтобы покрытие вам позволяло. Ставьте среднее усилие. Необходимо делать ускорение. И максимально стараться выкладываться. Максимально. Должно быть такое ощущение у вас, как будто за вами гонятся бешеные собаки. Это очень тяжело, это очень выматывает, но это, поверьте, будет давать вам очень хороший результат. Нужно сделать 10 ускорений. Отдыхать между ускорениями очень важно, друзья. 45 секунд. Следите за этим. Вообще нужно понимать, что частоту сердечных сокращений мы с вами не должны превышать за 85% от нашего максимума. Контролировать это, естественно, можно только при наличии пульсометра. Но сейчас это не проблема. Есть различные пульсометры. Есть дорогие, есть дешевые, есть средние. Если вы хотите грамотно строить свой тренинг, все-таки вам необходимо будет приобрести и мониторить свое состояние. До тренировки, после тренировки, во время тренировки. Это очень и очень важно. Ребята старой школы, и, естественно, их приходится контролировать. Они стараются делать как можно быстрее все в плане, сокращая интервалы отдыха между подходами. И поэтому вы как тренер, и если вы сами себя тренируете, вы должны следить это все по секундомеру. Отслеживать очень четко. Нельзя отдыхать меньше 45 секунд. Если вам очень тяжело, по началу отдыхайте до 60 секунд. Что очень важно в таких тренировках. Ни в коем случае, друзья, нельзя садиться, тем более ложиться. Как бы тяжело вам не было. Что бы вы ни делали. Следующая, друзья, это работа с канатами. Очень интересная и важная работа для боксеров. Потому что забиваются у вас очень часто передние дельты. Это очень хорошо помогает и действует на общую выносливость. Работаем 30 секунд по следующей схеме. 10 секунд мы с вами работаем в такой медленной средней манере. Затем сразу же 10 секунд работаем на 80% от максимума. И заключительные 10 секунд работаем по максимуму. Выкладываемся на все 1000%. Делаем три такие серии. Вместо отдыха, как вы видите на экране делают. Ребята, мы с вами спокойненько прыгаем в течение минуты на скакалке. Не забываем, что это отдых, это восстановление. Не нужно здесь выкладываться. Выкладываемся на канатах. Лучше всего следить, проще всего следить, если вы тренируетесь самостоятельно, с помощью программы для смартфона Tabata Pro. Она звуковыми сигналами, вибрационными сигналами показывает вам время. Вы можете выставлять там и сколько необходимо сделать сетов, сколько должен длиться рабочий сет, сколько должно длиться время отдыха между сетами. Все это очень-очень просто. Если у вас нет возможности, стоит она около 3 долларов, не так дорого, но очень помогает. Вы можете, естественно, пользоваться просто секундомером в вашем смартфоне. Что хорошо, но не так комфортно, друзья. Хочу вам сказать, что вы должны очень четко контролировать и выдерживать все рекомендуемые режимы. 10 секунд первые, повторяю, мы с вами работаем в очень таком спокойном, приятном, удобном, комфортном для себя темпе. Следующие 10 секунд мы работаем с 80% от вашего максимума. И заключительные 10 секунд, как бы это тяжело не было, мы стараемся как можно быстрее, как можно дольше продержаться именно на пике. Чтобы не падала производительность, чтобы не падала мощность. Это очень-очень важно. Спортсмены понимают, о чем речь. Делаем очередной отдых в течение минуты, прыгая на скакалочке. Не забываем, что это, друзья, отдых. Не нужно здесь стараться как-то форсировать. И, естественно, делаем три такие серии. Три серии с канатами и три серии прыгаем на скакалке. Это очень сложно. Попробуйте, и вы будете удивлены. Если вы занимаетесь каким-либо другим видом единоборств, тоже выполняйте данную тренировку. Она вам очень-очень поможет. Поможет ли она спортсменам, занимающимся такими видами спорта, как хоккей, футбол, баскетбол, волейбол. Однозначно поможет. Единственное, нужно будет вносить кое-какие корректировки. Не нужно, к примеру, выполнять движения, митирующие удары. Вместо этого нужно вводить свои специализированные упражнения, которые будут соответствовать тому виду спорта, которым вы занимаетесь. Все это очень просто составить самостоятельно, зная рабочую схему, как и что работать. Я, помимо ребят, дистанционно тренирую восьмилетнюю девочку. Она уже неоднократная чемпионка России. И то же самое, проблема с физикой. Проблема с выносливостью. Проблема с мышечной массой. Естественно, какая может быть мышечная масса у восьмилетней девочки, а нагрузки, поверьте, там сумасшедшие. Старайтесь беречь своих детей. И в первую очередь от безграмотных тренеров. Ну что, друзья, заключительное упражнение сегодняшнего дня – это работа на пресс. Делаем скручивание 30 повторений. Стараемся работать статодинамики. Другими словами, видите, не расслабляемся в нижней точке. Постоянно держим напряжение. И 30 секунд отдыхаем. На отдых встаем. 30 секунд работаем. Примерно получается 30 повторений. 30 секунд отдыхаем. И так три раза. Не лежим, друзья, не лежим. Вот я тоже делаю замечания. Ну что, тренировка заканчивается. И мы с вами идем на дорожку. 10 минут делаем кулдаун. Это заминка. 5 миль в час без угла наклона. Друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Попробуйте на себе. Через месяцок отпишитесь, как вам понравился данный вид тренинга. Это всего лишь один из видов подобных тренировок. Ставьте лайк. Пишите, как вам понравилось, как на вашей выносливости отразилась данная информация. Ставьте дизлайк. Если что-то не понравилось, напишите в комментариях, что не понравилось. Если у вас есть вопросы к Стефану Диасу, парням, к боксерам, ко мне, пишите в комментариях. Вы знаете, я на все вопросы обязательно отвечаю. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале. Партнер сегодняшнего выпуска Animal North Drop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Я Animal North Drop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов.